Просто о сложном. Впервые в библиотеках областного центра проходит фестиваль «Хочу все знать». Он приурочен к Дню российской науки. Целый месяц библиотекарь проводит познавательное мероприятие для детей в возрасте от 5 до 12 лет. Занятия проходят в игровой форме. Будет он проводиться во всех 13 детских библиотеках. Будут идти мероприятия познавательного характера, которые познакомят детей в первую очередь с книгами познавателями по физике, химии, астрономии. Потому что в наших фондах очень много таких замечательных книг, с которыми мы хотим познакомить наших юных читателей. Для того, чтобы рассказать ребятам основы физики и химии, в Центральной городской детской библиотеке организовали интерактивное научное шоу. Для детсадовцы не только зрители, но и помощники. Они выступили в роли младших научных сотрудников. Читаем. Раз, два, три. Высыпай. Отходим. Отходим, 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 отходим. Ооо, вот это пена! И она действительно, действительно горячая! Тоже на снег? Да! Так, так, так. Значит, все-таки теплый? Теплый? А может, мы ошибаемся? Может, он холодный все-таки? Может, я вас обманул? Это снег с улицы? Дети восхищенно реагировали на каждый научный эксперимент. Еще обуви Тим удавалось не только посмотреть, но еще и потрогать на ощупь результаты таких научных опытов. Особенно ребятам понравился теплый искусственный снег. Я еще никогда не видела такого снега теплого, такого мягкого. Мне бы очень хотелось такого снега на улице. Можно бы было без перчаток играть, лепить что-то без перчаток. Также ребят восхитил опыт, который с научной точки зрения представляет собой создание полимерных червей. Поехали! О, как тяжело идет! Надо же! Появляется у нас что-нибудь там? Да! Ну, на самом деле, это пищевая добавка, альгинат натрия, которую при погружении в раствор хлорида кальция, ну, вот она так как бы отвердевает и получаются такие вот, ну, если быть точным, то это мармеладные черви, которых мы покупаем в магазине. Каждый ребенок смог потрогать таких червей, а при желании даже взять на память. Хотя они, конечно, съедобно делать это не рекомендуется. Все-таки условия приготовления в импровизированной лаборатории не совсем подходящие. Мне очень понравилось, как мы оживляли человеков, и понравилось, как мы их трогали. Такие смешные на ощупь. Кроме занятий, посвященных химии и физике, в программе фестиваля – виртуальные экскурсии по звездному небу и планетам Солнечной системы, а также мероприятия, посвященные палеонтологии. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.